здравствуйте калашников против феста в эфире и рубрика просто работа ну вот вторая пара дверок вернее вот она я ее склеил и сегодня закатал значит ну будет такое видео болтала технологические к вопрос прозвучал как ты делал форму вот вам копировальное кольцо фреза ну то есть расчет такой допустим у вас это корпус какая-то линия кривая двери или чего-то там что получается уперли копировальное кольцо шаблон из мдф диаметр тот который вам нужен подобрали под толщину фасада желательно все прошли 1 2 3 пока не вырезали полностью ту фигуру которая нужна оказалось папа мама у вас вот и все дальше использую я первый раз гель до этого жидком консистенции брал это как мармелад мне понравилось ним больше работать значит все мои инструменты этого два шпателя такое кольцо надеюсь мои товарищи черкасс который сто процентов будет смотреть поможет мне все таки эту фигню довести до ума он не высылал ролики не все не досуг вот дальше это просто эти треки я использую вместо прокладок значит как делается вот сюда между самой дверкой и наклеиваем листом ложится прокладки чтобы она не не прихватилась и потихоньку раскатывается это все вот значит вот это примерно натуральную величину после обрезки вот вот так вот будет обрезанного финальное видео все равно увидите я надеюсь если архитектор архитектор попался не балуйся капризный вот ну а это просто чтобы видим видеть повторяемость теперь еще про технологию вот смотрите это тоже немаловажно я уже говорил и на самом деле я все время говорю что технология ведь его чуть-чуть отходит все-таки не знаю сейчас попробуем наведет не наведет наведет видите капельку тут нормально тут но это на самом деле не катастрофа почему тут еще будет и внутри секс когда будем клеить на вогнутую поверхность на выпуклую еще куда не шло раскатывать на вогнутую я думаю будет хуже первое он немножко потянет потом клей назад его это первый момент и второй момент я корпус до сих пор не сделал именно потому что последовательность в технологии имеет краеугольное значение соответственно если даже у меня там чуть чуть погрешность есть что я сделала я просто по ней исполню корпус соответственно у меня будут идеальные прилегания в итоге ну близко к идеальному я тут не буду бросаться словами я вообще если честно тут вопросы какие у литературу читаете там да какую литературу ребята как когда ее читать это же мы не в советском союзе когда на тебя ничего не дает иди в библиотеку сиди выпучив глаза все сказка кончилась какая литература самый главный источник вообще технологии это youtube я уж говорил на самом деле я очень много работаю с ютюбом это касается и ассистента вот это просто пытаюсь вам показать насколько повторяемость в итоге то есть насколько ну это конечно в готовом изделии будет лучше видно что сейчас хвастаться тем что еще не сделано вот ночью основная вся информация в ютюбе надо просто не лениться дело в том что людям на мой взгляд мешает чрезвычайное самомнение для того чтобы достигнуть определенного результата элементарная лень просто порыться они хотят чтобы им кто-то что-то разжевал я к сожалению не имею на это времени и принципиально на него на это не трачу если человеку которому нужно что-то но я отвечаю всегда на вопросы но если ему что-то реально нужно ну блин ну потрудись поройся в информации я могу только какую-то наводку дать не могу я никого научить в принципе во первых потому что я не считаю себя профессионалом там в таком виде в котором я это слово воспринимаю вот а во вторых я если могу кого-то если господь бог условно дал мне эту возможность то только тех кто находится на расстоянии вытянутой руки то есть на расстоянии живительного животворящего пиздюля но вот тогда еще может быть кого-то могу чему-то научить а так в принципе ну как я я потому на самом деле не люблю показывать работу честно говорю не рисуюсь это все куча разговоров чеду буду показывать для половина из вас это умеет и знает чё тут четкого я тут собрался удивить и чем во первых во вторых потом всегда находится какой-то умник который прибегает говорит вы все врете вы негодяй и болтуны и так далее зачем это мне в общем то есть принципе я это показываю зачем ну у меня на самом деле есть знакомые которые нуждаются в этом это тут адресат 1 возможно у него будет похожая работа чтобы я не тратил свое время на то чтобы ему разжевывать вот так если быть уж совсем честным ну что еще посмотрим вместе на результат не скрою я не рад что взял эту работу в итоге потому что я в принципе технологически могу там если сильно поприседать достаточно высокой сложности работу сделать но здесь архитектор насколько капризный как ребенок и ну то есть это меня выматывает я не могу стоять и заглядывать в рот ну и плюс посредник который подкинул но он тоже собственно его что интересует только деньги он уже спрашивает типа почему так долго ну потому что мы все меняем три раза мы уже переделывали кое-какие вещи вы к этому проекту потому так есть в общем это уже до завтра сохнет пока но так и останется я подожду завтра буду закатывать но не знаю если никаких непредвиденных каких-то коварных вещей не с ну дай бог меня господь милует то скажем так среду в четверг может еще что-то покажу кого по данной теме ну ребята не от того что там заношусь не могу я отвечать на вопрос потому что я не являюсь специалистом это в области что тут как я там ну посоветую там пишет в личку еще что-то никого не могу научить честно вот вот то что видите берите на ус и только практика практика и практика как говорил владимир ильич ленин учиться учиться еще раз учиться вот и все причем на своих ошибках кстати сказать всеобщее заблуждение учиться только на своих ошибках на чужих невозможно научиться вот чем дело ну каких-то избежать самых грандиозных косяков да ну пока ты не попробовал сам пока руки твои не почувствовали голова твоя не столкнулась пока ты сам не ощутил в материале в макете полноразмерном ничего у тебя не пойдет никаких чудес не бывает вот такие дела простите мне так сказать за длинный такой забег ширину спасибо за внимание надеюсь вам было интересно